здравствуйте друзья с добрым понедельничным утром письмо меня зовут иван я живу в городе мукачево украина хотел бы поделиться своей ситуации услышать ваше мнение мне 32 жена двое детей 12 и 6 лет у меня есть большое желание мигрирует сша есть желание а возможность пока нет в четвертый раз играю в green card лотерею других вариантов пока не вижу туристическую визу даже просить не решаюсь потому как консульство в киеве не поверят что я не имею иммиграционных намерений имущества движимого недвижимого нет официальной работы нет о ее моих капитала на счету нет а в загран паспорте одни польские и чешские сезонные рабочие визы одним словом гастарбайтер главный вопрос состоит в том что нам было бы лучше всего уехать сразу всей семьей а это возможно в случае с green card лотерей а если нет то стоит ли америка потерянных 5 7 лет в разлуке пока я каким-либо способом попаду в страну легализуюсь перетяну семью ведь это что не есть самое самое время нашей семьи мы еще молодые хочется быть вместе и дети как раз в том возрасте когда им нужны родители я боюсь разрушить семью в погоне за лучшей жизнью с другой стороны здесь невозможно жить простому человеку кругом разруха вранье пьянь будущего нет я не готов жить с надеждой что вот-вот станет жить хорошо я не верю в хорошее будущее народ с такой ментальностью такой конфликт серьезный я уже знаю что если я не попытаюсь это будет терзать меня всю жизнь такой вопрос что тут бросается в глаза значит у парня конфликт как бы с системой во всем всей да то есть не то что вот допустим он ну просто бедный вот просто бедный человек бывает и в америке тоже да вот он живет в америке а зарабатывает мало или еще где-нибудь живет и и все равно мало зарабатывает а как заработать больше не знаю это как бы одна история но здесь получается что у него ответственность за семью за детей и мы видим хорошо что вот он он ощущает осознают эту ответственность и в то же время он не верит что что что-то улучшится если вот ну просто же продолжать жить так как ты живешь то как бы лучше не станет с другой стороны действительно получается что америка такая страна где ну вот нет такого призыва когда дать по всему миру говорят кто хочет в америку там давай сюда такого нет и даже я скажу что нынешняя тенденция состоит в том чтобы и эту green card лотерею тоже похерить и и как бы не сделать лучше для тех кто хочет иммигрировать а как бы даже сделать наоборот поэтому моя мысль такая что может быть ему отвлечься на время во всяком случае от америки а посмотреть более пристально на вот допустим вот он ездит в польшу в чехию да у него там сезонные там визы как он как там не называются для работы да вот такой сезонный такой гастарбайтер вот может ему на на европу посмотреть потому что какой-то такой фундаментальный разница фундаментальный такой сказать вот либо это либо либо ничто братья такой разницы нет ну то есть и в европе люди живут как люди и в америке то же самое и они по-разному живут как люди в той стране или в этой но во всяком случае это кардинально улучшит его текущее состояние это может не улучшить его представление об идеале к которому он стремится там и так далее но это следующий вопрос у него уже сегодня на тяжелая ситуация ему уже сегодня неприятно находиться там где он находится у него уже сегодня нет постоянной работы у него вообще действительно тяжелая такая история вот поэтому я не знаю много об эмиграции там в европу но мы постоянно на канале встречаемся с людьми которые оказались больше показались в чехии да вот он там трак водил в польше там парень у нас был и он рассказывал как это происходило там пару лет назад откуда-то из из восточной украины не помню точно откуда поэтому ну таким путем идти мы знаем что много людей из украины работает и в италии например и в испании и в германии и может может быть просто этим путем идти не не заморачиваться там вот с америкой в таком в таком ее исполнении вот как сейчас вот вот я бы я бы так сказал я не хочу долго на эту тему там разворачивать каких-то рассуждений тем более что вопрос очень прямо поставлен допустим допустим хотя это не очевидно ему каким-то чудом удастся получить гостевую визу и он приедет сша и он начнет там процесс политического убежища например и допустим что все это будет успешно но но действительно пройдет там три четыре а то и пять лет пока он сможет семью свою привести ну стоит ли оно того я бы еще даже вопрос немножко усилил я бы сказал стоит ли оно того если можно все это время жить там день в польше в чехе в европе другой стране европы потихонечку там легализоваться то есть и может быть нормально поэтому мой такой совет мы давайте ивану из мукачева пожелаем успехов чтоб все у него получилось вот а я бы вот так на это дело посмотрел счастливо счастливо